Все такие свои наши, да, так понял? Хорошо. Ну что, друзья, спасибо, да, кто ставит в комментариях. Ну, давайте там начнем. Я еще раз представлюсь, да, для тех, кто пока может быть с нами не знаком. Я представляю сегодня семейную пару Матвеева, Сергея и Юлия. Да, на данный момент мы живем в городе Арзамас, Нижегородская область. Мы являемся индивидуальными предпринимателями оба, да. И если мы берем наш бизнес, то мы находимся на уровне сапфировых директора, да, то есть и в этом году мы открываем звание бриллиантовый директор. О чем мы с вами сегодня поговорим, да. Чуть больше о себе, наверное, скажу в конце сегодняшнего нашего выступления. У нас сегодня очень важная тема, вы видели, да, в анонсе, то есть это квадран денежного потока. Квадран денежного потока. Что это такое? Прежде чем мы перейдем к этой теме, давайте поговорим вот об этом слайде. В жизни каждого нормального человека есть пять важных областей, да, которые, ну, важны и интересны для любого человека. Ну, одна из них – это здоровье, вторая – это семья, дети, взаимоотношения, третье – это деньги, четвертое – это окружение, пятый – это отдых. У каждого, конечно же, они в своей последовательности стоят, да, просто я не говорю, что так должно быть, как здесь, но в целом это пять таких вот областей. Согласны вы со мной? Я думаю, здоровье для каждого человека важно, да, если мы говорим о молодом поколении, то есть тем, кому сегодня 20, да, мне кажется, здоровье там отбавляй, да, можно вообще не спать, не есть и делать все, что угодно. Если мы, да, говорим уже о людях там, которым 40 и более, ну, то есть здесь уже по-другому все распределяется. Семья, дети – то же самое, да, у кого-то дети есть, у кого-то пока нет, но планируют, у кого-то есть взаимоотношения, да, то есть двух людей и так далее. Деньги – тоже очень интересная штука. Ну, было время, когда, ну, наверное, лет 10 назад еще попадались люди, которые говорили мне о деньгах счастья. Сейчас, мне кажется, ну, вот, по крайней мере, мне уже на протяжении нескольких лет ни одного человека не попадал, в который мне такие вещи говорил, да, что в деньгах счастье, что деньги – это не главное. Я говорю, ну, не знаю, говорю, в наше время, когда мы с вами живем в 21 веке, без денег, ну, вряд ли человек проживет, да, долгую счастливую жизнь. Я говорю, если это деньги не главное, говорю, давай, говорю, то посмотрим, выйти, получи заработную плату, выйти на улицу, раздай все свои деньги окружающим и будь счастлив, и посмотрим, как долго протянешь. Конечно, да, есть вещи более такие, может быть, значимые и так далее, но мы живем в материальном мире, да, без денег ты не будешь сыт, без денег ты не будешь обут, без денег твоя семья будет неполноценно, без денег ты не сможешь дать образование детям, без денег ты не сможешь какие-то навыки переверять, ну, много что не сможешь, да, то есть качественный отдых, качественное отношение к своему здоровью, да, то есть сидит здоровьем, и много, много, много. окружением что по окружению здесь тоже такая штука может быть не совсем понятным для но для новичков до окружение когда тебя в каком-либо окружении как-то признаю дата скажем тебя есть какое-то уважение там измят почет да ну просто в каждом возрасте это по-разному называется даже вспомнить такие ситуации когда там два не знаю там два алкоголика между собой сидят выпивают да и они говорят ты меня уважаешь там или ты меня не уважаешь даже им это нужно уважать то есть вот мы с вами живем все-таки тоже в том мире когда для многих из нас важно как нас думают наши близко окружение да то есть вообще признают нас окружение не признают являемся какой-то личности или не являемся это все-таки важно да мы не в лесу с вами живем ну и по поводу отдыха но однозначно каждый из вас однозначно хотел бы раз в неделю хорошо отдыхать качественно может это семьей полноценный день привести может быть сходить это какое-то заведение отдохнуть может быть там спортом заниматься может быть еще что-то да каждый из вас хотел один хотя бы раз в год отдыхать где-то да на какие-то то есть курорт в каких-то странах на морях на океанах да то есть в европе еще что-то да то есть любой человек нормальный человек этого хочет вот смотрите да скажите пожалуйста я думаю что многие из вас сталкивались но все-таки да кто из вас слышал такого автора роберт киосаки мне очень много известных ник одна из них это богат папа бедный папа это та книга с которой нужно начинать изучать этого автора да вторая книга которая рекомендовала почитать это квадран денежный поток об этом мы сегодня с вами будем говорить мы будем говорить вкратце да третья книга этого автора который рекомендовал бы вам тоже почитать это бизнес двадцать первый век она кстати намного тоньше чем первые две да вот уникальная книга очень легко читается но его роберт киосаки есть ряд других не таких знаете более серьезных но это я считаю то есть сейчас не главное да все-таки начните изучать этого автора а это один из долларовых миллионеров и роберт пишет о том что есть четыре психотипа людей да есть четыре психологии зарабатывания денег да что все мы с вами делимся на 4 так скажем квадранта денежного потока из которого все мы с вами получаем свои заработанные деньги на один из квадрантов самый первый отработники по найму здесь все легко и просто об этом мне кажется не нужен много говорить на 2 это предприниматели треть это бизнес бизнес и крупный бизнес бизнесмена и четвертый квадрат это инвесторы и вот сегодня мы об этом кое-что поговорим да скажем вкратце посмотрите 1 грамм денежного потока это работа по нам а это когда человек работает на кого-то за деньги ну то есть за заработную плату хорошо если за хорошие деньги это как-то вроде бы успокаивает а хуже когда за очень низкую сумму да те суммы которые в лучшем случае хватает свести концы с концами в лучшем случае хватает от зарплаты до зарплаты в лучшем случае хватает ну то есть как-то одеться как-то там не знаю поесть и так далее да и получается что человек отдает все свое время все свои усилия здоровье да даже в каком-то случае деньги мы об этом сегодня тоже поговорим в обмен за вот эту небольшую заработную плату здесь человек но он не мог не управляет своей жизнью да он не распределяет не распоряжается своим временем не может им распоряжаться мы тоже с вами будем разговаривать то есть получается человек в основном как бы да все время основное тратит на то чтобы зарабатывать деньги именно ту сумму на которую в лучшем случае не от месяца до месяца зарплаты до под как проживает да то есть понимаете какой замдок рук трачу все время здоровье еще что то еще что на то чтобы зарабатывать деньги которых не хватает лучшем случае опять месяц проработать так далее большом счету вот путь среднестатистического человека среднем да как он выглядит то есть детский сад ну понятно да все мы там были то есть там человек не зарабатывать деньги дальше школа то есть там тоже соответственно не зарабатывать деньги институт но здесь уже кто-то начинает колымить и так далее да какие там дополнительная прибыль но в основном страну папа он как вам сказать по профессии человек тоже не зарабатывать деньги ну и потом работа да то есть работа по найму то есть человек получает какой-то диплом и дальше с 8 до 5 с понедельника по пятницу раз в неделю выходной раз год отпуск и так всю жизнь до пенсии человек в среднем работает за какую-то средний мину какую-то среднюю заработную плату по тому или иному региону да у кого-то график чуть-чуть другой но суть от этого не меняется да и самое интересное что здесь в этом квадранте то есть для вас ну там для кого-то это работа по найму а для того человека на которого вы работаете ты его бизнеса потому что человек если пример создал какое-то свое дело он создал какой-то свой бизнес он нанимает людей работать по найму большом счету люди работают на кого-то для того чтобы тот человек создавал свое дело создавал свой бизнес и понятно что в данном секторе вот эти два звена работник и начальник до работника хозяин они как никогда между собой не договорятся потому что человек работающий на кого-то он сюда хочет работать меньше при этом зарабатывать больше человек который соответственно является хозяином начальником да он хочет чтобы люди наоборот работали много но при этом зарабатывали мало эти два за нами с собой никогда не будут договориться они друг друге не заинтересован потому что человек который создал бизнес он создавал для себя для того чтобы развивать если он людей нанимает на работу то понятно что то есть но для других целей если мы говорим с вами про предпринимательства про малый малый предпринимательство да но здесь смотрите да здесь кто-то зарабатывает денег чуть больше я очень часто ну то есть я сам предпринимательством занимаюсь уже сколько три но три 14 лет я являюсь на данном предпринимателем да и так скажем в этом время и я поведал очень многих людей в разных городах и многие себя гордо называют предпринимателями но они предприниматели по документам ну то есть и п да но они просто-напросто работу по найму заменили такой же работал на себя с теми же самым доходом то есть человеками раньше работал за 15 тысяч рублей на работе уволил с нее открыл и п и стал торговать там где-то как-то кем-то да то есть и у нее доход чистый остается от этой торговли двадцатка то есть большому счету она ван дон и другое поменял также нет времени также еще что-то дан только ищу там-то вроде бы на работе по найму хотя бы ему думать надо было потому что за него продуман рабочий график меня продумано что ему нужно делать за него продумано когда он будет отдыхать за него продумано когда сколько он будет зарабатывать все там за него был продуман а здесь человек получается все на себя повесил работа на себя да то есть вот здесь вся суть в этих двух словах на себя сам съездил сам купил сам продал, сам посчитал, договорился с кем-то, да, нужны связи, нужен благ, нужны инвестиции, нужно много чего нужно, да, чем круче стартуешь, чем круче, ну, и риски, все остальное, и здесь, так же, как и в работе по найму, вам никто не будет помогать, ну, согласитесь, в работе по найму, вряд ли ваш хозяин, начальник будет сильно заинтересован в том, чтобы вас обучать, подготавливать, чтобы вы заняли его место, да, там, чтобы вы были более сильным руководителем и так далее, конечно же, нет, да, вам даже не дадут заниматься чем-то другим на рабочем месте, не дай бог, если заметят, не дай бог, если увидят, да, там, выговор или лишение, еще что-то, и так же в работе на себя, то есть, ни один человек никогда вам не будет помогать, когда мне кто-то говорит, ну, что это, да, там, родственники помогают, друзья помогут, я, ребят, в 90-х годах это было, когда родственники помогали, друзья помогали, это было и прошло, этого больше никогда не будет, В традиционном бизнесе в лучшем случае будет помогать только семья, да, в лучшем случае, но родители, если они имеют какие-то финансовые возможности, все, никто, ну, конечно, добрым словом-то многие могут помочь, а так, чтобы реально помогать, конечно же, нет, потому что он сегодня тебе в лицо улыбается, да, там в затылок, ну, то есть как-то завидует и так далее. То есть здесь тоже получается такой замкнутый круг, человек уже работает на себя по 25 часов в сутки, потому что здесь ему уже не нужно, знаете, под будильным вставать, он вообще мало спит, да, здесь уже такой начинается уровень жизни, когда ты уходишь из дома, твоя семья еще спит, а приходишь из дома, твоя семья уже спит, да, и очень часто те люди, которые начинают традиционный бизнес, на самом деле раскручиваются или стартуют, да, то есть они очень сильно, ну, как вам сказать, они очень сильно жертвуют, жертвуют свободным временем, жертвуют отношениями семьей, да, и так далее, и тому подобное, потому что все деньги, все время вкладываются для того, чтобы, ну, развиваться. Нам об этом сегодня тоже еще поговорим. Следующий момент, третий квадран денежный поток, это крупный системный бизнес, да, у него есть определение, в том случае можно людей назвать бизнесменом, когда у них есть три составляющие, система, сеть, команда, ну, то есть такая система, это система под контролем, система поставок, система обучения, система оплаты, ну, то есть готовая система, готовый механизм, который функционирует, ну, практически без сбоев, да, когда у них есть команда, не они сами на себя, не на них все подвязано, не дай бог заболел и там все, да, все накрылось, а когда у них есть четкая команда, там, каким-то руководящей должности, да, там, менеджеры по персоналу, еще кто-то, еще кто-то управляющий, там, к примеру, их бизнесом, да, и самое главное, у них есть сеть, сеть чего-либо, мы с вами живем в век глобализации, сейчас те люди, которые владеют сетью чего-либо, те люди владеют деньгами мира, да, это сеть ресторанов, сеть закусочных, сеть магазинов, сеть кафе, сеть парикмахерских, вообще сеть чего-либо, сеть, там, представление каких-то услуг, офисов, онлайн-интернет-магазинов, не суть важна, потому что сейчас это век глобализации, вы не сможете каким-то образом удержаться с маленьким магазинчиком и конкурировать там магниту, евроспару, пятерочки, перекрестку, алтыну, ну, и таким крупным, серьезным сетям, да, на рынке. И вот смотрите, в чем здесь фишка, здесь идет организация работы, да, как я говорил, здесь не один человек работает, а здесь работает целая команда, и когда человек один, у него было бы 8 часов, да, в сутках, ну, пример, рабочих, когда в этом бизнесе сконцентровано 3 человека, уже, смотрите, 24 часа в сутках, да там 7 человек, 56 часов в сутках, когда там 15 человек, 120 часов в сутках, то есть здесь можно, есть возможность управлять громадной системой, управлять большим количеством людей, да, так скажем, умножать свое время в десятки, сотни раз в сутках, да, и здесь вы в дальнейшем, вы можете выйти на пассивный источник дохода, когда уже система работает над тебя, и ты, ну, тебе не обязательно круглосуточно уделять этому времени, да, ну, это если мы говорим о серьезном бизнесе, вот наш, наше направление, наш бизнес, он как раз по всем, по всем книгам, да, по всем критериям, он относится к третьему квадранту денежного потока, потому что здесь есть сеть, да, здесь есть система, здесь есть команда, ни у кого из вас не болит голова, как достать товар, как его через границу перевести, как его рекламировать, как его произвести и так далее и тому подобное, как выплаты сделать, то есть здесь есть четко налаженно налаженность системы. Следующий момент, и, ну, наверное, самый такой шоколадный, да, это четвертый квадрант денежного потока, это инвестор, да, что такое инвестор, это те люди, которые не работают за деньги, а деньги работают на них, да, но это не одним днем делается, в большинстве случаев здесь уже человек, ну, то есть имеет несколько направлений какого-либо бизнеса, и он постоянно получает дивиденды, постоянно получают какие-то источники дохода. То есть это, по большому счету, как бы высший пилотаж, да, квадранта денежного потока, это квадрант инвесторов. Деньги здесь работают на деньги, но мы об этом сегодня тоже говорить не будем. Теперь смотрите, следующий такой момент, да, практика показывает, и все, вся статистика показывает, что вот на левой половине квадранта денежного потока сконцентрировано 95% населения. 95% населения сконцентрировано на левой половине квадранта денежного потока, либо работа по найму, либо работа на себя, мелкое предпринимательство. Да, 5% сконцентрировано на второй половине квадранта денежного потока. И самое интересное, что у левой половины квадранта денежного потока сконцентрировано на руках всего лишь 5% денежного запаса. Да, на правой половине 95, их меньше, но они живут лучше. И это так. и это полностью так и вот как я уже говорил наш бизнес он относится к этому виду деятельность да потому что это крупный системный бизнес это организация системы роман ты работы команды большой команды громадной сетью эта сеть может состоять из 1000 из 5 10 из 50 100 тысяч человек и вы представляете да какая идет но аккумуляция времени то есть и как вообще это работает да и по поводу вложения многие тоже но не совсем правильно понимают да когда мы пример речь идем с вами каких-то вложений так далее смотрите вот на левой половине квадранта да особенно если мы будем про работу по наймах есть такое понятие мышление бедных людей да то есть как большинство людей думают и рассуждают работая на кого-то они рассуждают с позиции дай то есть начальник мне должен хорошую зарплату должен хорошие условия для работы он должен там короткий график да он должен хорошие выходные он должен 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 ли все что там чем вы недовольны это должен сделать начальник хозяин я задам кто там мэр президент в общем кто угодно только не вы да то есть получает только не сам человек он работает живет позиции дайте дайте мне хорошие условия труда дайте мне хорошую зарплату дайте мне хорошую жизнь дать мне светлое будущее да и хорошую там блин погоду есть мышление богатых людей и богатых это смотрите ну то есть это мы сейчас не только говорим об счет ну там в деньгах и эквивалент но хотя это пенсион так оно и есть мышление богатых людей богатые люди четко понимают что сначала нужно что-то вложить и только потом можно получить помните очень много крылатых фраз если вы хотите получать то что вы никогда не получали вы должны делать то что вы никогда не делали есть такой момент есть такой момент когда люди приходят наш бизнес и при этом не хотят менять агру смотри беру то что ты делал на протяжении длительного промежутка времени тебя привело к определенным результатам тем который сейчас есть то есть там работаю зарплаты и так далее я крест и будешь продолжать делать то же самое то я ничего не изменит ты должен начать делать совершенно другие действия чтобы конкретном случае прийти прийти к совершенно другим результатам да то есть богатые по мышлению люди они прекрасно понимают что сначала нужно вложить но если мы говорим традиционный бизнес это деньги это в связи это знание это время там очень много да все нужно вкладывать и здоровье в том числе мы сейчас об этом поговорим да если мы говорим про наш бизнес здесь нужно вкладывать в первую очередь желание действие терпение и время да здесь по крайней мере мы не такой ну не используем громадный ресурс как деньги но вот вы видите да на слайде такая фраза что в графа в огороде все бизнесмены о чем это идет то есть смотрите вот даже есть чек работает по найму если не маленькая зарплата если он там каждое лето сажает картошка то что он сюжет всю всю и всю зиму эту картошку есть да и так далее самое интересное что в огороде в летний период времени все люди себя ведут как как бизнесмены как люди с богатым ишением что под этим подразумеваю скажите пожалуйста если человек в мае посадил картошку он через неделю бежит выкапывать сплазиться а вдруг фартанет а вдруг прокатит а вдруг выросла но уже всяк же может быть да дождь так скажем химически прошел картошка выросла ни у одного нормального человека таких мыслей не возникает в голове и через две недели он не бежит и через месяц он не бежит и через два он не бежит картошку поэтому прекрасно понимает да что сначала он и должен посадить потом он и должен что сделать там полоть окучивать жуков да если засуху поливать и так далее там подобно то есть он должен в течение двух с половиной трех месяцев над этими вот над этими посевами он должен там трудиться теперь смотрите скажите пожалуйста есть гарантия что урожай будет нет скажите может быть такое что год не урожай может быть это порядке вещей скажите что после этого люди начинают делать что бросают огороды говорят все это был последний день до когда я сажал картошку нет они спокойно живут зиму на макаронах да и в мае опять идут сажать картошку и ты из года в год все полностью повторяется и ничего не происходит они вроде бы себя ведут как бизнесмена да но блин при этом жизнь их не меняет теперь смотрите вот есть определенные критерии которые нужно выкладывать и в работе по найму и предпринимательство и в нашем бизнесе да никуда ты этого не денешься мы сейчас с вами рассмотрим основные критерии которые идут как вот ну как вложение как инвестиции первый критерий это время скажите пожалуйста важный критерий как вы считаете вообще важный критерий время более чем пока вы думаете я наверно за вас отвечу более чем важно потому что время это наверно тот ресурс который невозможно купить да это тот ресурс который невозможно вернуть этот ресурс который вообще с ними чего возможно сделать мы сегодня классно ролик камеры перед началом вебинар видели да то есть прошла неделя прошел месяц и смотрите сам интересно когда мы с вами ну со многим из вас примеру были помоложе да там скажем не было не 34 а было там 15 16 17 лет до время очень долго тянулось очень долго до его было вообще вагон то есть месяца шли как годы скажите пожалуйста с каждым годом когда мы с вами взрослеем как идет время да там вот так можно сказать на щелчок да буквально вот новый год так что закончился а сегодня choice сегодня 1 февраля до или 2 февраля 1 февраля сенье блин месяц пролетел только только новый год закончилась только люди протрезвели до х ест пролетел сейчас еще чуть-чуть пару праздников пройдет в рай закончится еще один праздник пройдет март закончился анапрот 5 картошку люди пойдут сажать а потом лето закончится опять новый год то То есть сейчас года летят как месяца, да, то есть у кого-то 27 лет пролетело, у кого-то я вроде 34 пролетело, то есть время летит по-другому. И теперь давайте вот с вами эти критерии, ну как бы, да, наложим на каждый, на каждый вид деятельности на наш с вами. Работа по найму. Давайте возьмем в среднем 8 часов работы. И я прекрасно понимаю, что вы знаете, да, что далеко не у всех 8 часов такой шоколадный, ну, такой шоколадный рабочий день. Если человек работает на кого-то в торговле 12 часов, 10-12, 10 это хорошо, 12 это, то есть, ну, любая магнит пятерочка 12, любой торговый центр гипермаркет 12 часов с 10 до 10 работает, да, ну, возьмем с вами идеал 8 часов рабочий день. Скажите, пожалуйста, 1 час обед есть? Есть. Скажите, пожалуйста, на дорогу уходит? Уходит, да, время. Чем крупнее город, тем больше времени уходит на дорогу. Москва, Питер, меня прекрасно поймут, особенно, наверное, Москва, да, 2 часа туда, 2 часа оттуда, потому что собираешься пробки, 2 часа это вообще, в принципе, нормально. То есть люди, чтобы прийти на работу в 9-10, они дома встают в 5 утра. Те из вас, кто, может быть, живет в маленьком населенном пункте, говорят, да, там я, типа, ну, за 15 минут добираюсь до работы, говорят, хорошо, город. Ну, скажите, пожалуйста, когда вы встали, да, встали там за час до работы, девчонки, то есть, встают, им нужно там привести себя в порядок, покраситься, да, там, навести марафет, там, погладиться, позавтракать. У них уходит часа полтора на это все дело, это же то же время, и именно это время вы тратите только для работы. Ведь если не нужно было цена работы, вы бы, скорее всего, не стали столько времени тратить. Да, мужикам чуть поменьше, но все равно, то есть, как ни крути, там, ну, 2 часа отдай, да, примерно. Вот, и смотрите, что получается. Ну, и 8 часов сон, и, кстати, опять же, 8 часов, это опять же, да, мы с вами, так и знаете, в розовых очках сидим. Далеко не каждый человек может себе позволить такую роскошь в течение всей недели. 8 часов для многих это большая роскошь в течение недели, да, выходной может быть, в течение недели это роскошь. И даже если мы с вами возьмем такой, знаете, идеальный рабочий день, 8 часов, там, дорога, да, перерыв на обед, 8 часов сон. Что получается, что из 24 часов в сутках мы с вами 19 часов тратим, ну, ну, в никуда, можно сказать, да, тратим на то, чтобы заработать себе на еду и на то, чтобы восстановить силу, чтобы опять себе заработать на еду. И по большому счету, да, вот эти вот 5 часов, которые остаются свободными, а у кого-то они и меньше, если мы берем крупные города, 5 часов многие люди называют своей жизнью. А если мы с вами возьмем более глобально, вот вы видите, да, то есть из 60 лет получается, что 48 лет уходит на то, чтобы зарабатывать деньги на еду и восстанавливать силу, чтобы опять идти на следующее утро, идти зарабатывать деньги на еду. Вы можете взять и просчитать, да, вот эти, то есть там 24 часа, 19 часов, 60 лет, 48, у вас все это сложится. Задумайтесь, 48 лет жизни из 60, если вам повезет, 60 проживешь, да, люди тратят на то, чтобы существовать или как-то там свести концы с концами. То есть очень такая, ну, страшная штука, ну, как бы это, может быть, не звучало с моей стороны, как вам сказать, ну, резко, да, но это правда жизни. Мы в такое время сейчас с вами живем. Давайте рассмотрим следующее. Время как критерий для предпринимательства. Ну, здесь мы с вами, наверное, долго говорить не будем. Здесь все, просто есть 25 часов в сутки, да. То есть человек на час раньше встает, на час позже ложится, было бы у него 25 часов реальных, он бы работал 25 часов. Здесь не надо никого заставлять, здесь не надо уговаривать, здесь не надо с утра мучиться под будильник, здесь ты просто вскочил, да, там в 5 утра глаза открыл и пошел пахать. Потому что тебя вперед двигают кредиты, тебя вперед двигают какие-то долги, тебя вперед двигают какие-то обязанности, какой-то страх, какие-то там еще что-то, еще что-то, риски, да. То есть здесь ты просто пашешь. И как я уже говорил, очень многие предприниматели, если мы сейчас говорим про мелкий бизнес, ну, то я вам тоже говорил, да, то есть там люди просто одно дело поменяли на другое, доход остался тот же самый, вот и все. То есть я, ну, как вам сказать, я не считаю, что человек, который открыл ИП, да, и с одного места перевез на другое место и продал на 20 копеек дороже, что это предприниматель. Это не предприниматель. Предприниматель тот человек, который что-то предпринимает, который что-то создает, который что-то увеличивает, понимаете. То есть, да, он начал с того, что там стоял сам за прилавком, потом точку открыл, начал, нанял этого продавца, потом вторую точку открыл, потом открыл торговый центр, подкротил второй торговый центр. Вот тот человек, который что-то создает, который решает вопросы, решает задачи, решает проблемы, вот это предпринимательство. А то, что ты по документам ИП, ИП, и стоишь на рынке, торгуешь, да, с шмотками, которые ты из Москвы привез, ну, ребят, то есть, ну, большого мани надо, как бы и без обид, но я считаю, большого мани надо. Да, это что касается предпринимательства. Идем с вами дальше. Если мы говорим про наш бизнес, то нужно здесь вкладывать время. Да, нужно. Однозначно нужно. Когда кто-то выкладывает в интернете такие, знаете, хитрые тексты, да, 1-2 часа в день и вы будете миллионером, 1-2 часа в день и вас приведет к счастливой жизни, свободной, полной, там, удовольствия. Нет, нет, конечно. Здесь тоже нужно вкладывать время. И чем больше, тем лучше. Да, есть 5 часов, 5 часов к вам нужно, есть 6 часов, и 6 часов нужно вкладывать. На первом этапе чем больше, тем лучше, особенно если вы стартуете в этом бизнес. Но только единственное, что здесь все равно вы хозяин своего жизни, здесь вы хозяин своего времени, да. Здесь вы все равно можете где-то чего-то как-то корректировать. Если вы работаете по найму, то вы уделяете свободное время, то есть вы уделяете первые 3 часа в день для того, чтобы стартануть. Да, так как мы с вами работаем с командами, то есть наше время начинает удваиваться, да, наше время начинает утраиваться. То есть в сутки у нас становится все больше и больше и больше, продуктивность увеличивается. И уже не только от моих личных усилий зависит итоговый результат моей работы, да, ежемесячный, а от усилий большого количества людей. То есть это все растет в геометрической прогрессии. То есть все равно здесь мы с вами можем, ну, как-то это все, то есть, да, по приоритетам расставлять, как-то все это, то есть корректировать и так далее. Но время в любом случае нужно. Идем с вами дальше. Интеллект усилий. Нужно вкладывать, однозначно нужно, да, то есть, ну, глупые люди все-таки, наверное, нигде не зарабатывают хороших достойных денег, да. Везде нужно вкладывать интеллект и усилий. Просто если мы говорим с вами про работу по найму, здесь человек вкладывает ровно столько знаний и усилий, да, чтобы, ну, его не выгнали. Потому что, согласитесь, если человек пришел работать, ну, то есть с утра пришел на себе на работу, если его с утра ничем не напрягает, он напрягаться не будет. Если человек пришел, вот я наблюдал, у меня, как бы, ну, наблюдал стройки, да, там, когда идет стройка, если утром рабочие не привезли раствора, они не сильно напрягаются. Они не обзванивают своих начальников, они не обзванивают прорабов, они не устраивают там бунт, что приведите нам раствор. Нет, они пошли, сели, покурили, отдохнули, поспали, привезут в обед и слава богу, привезут еще как-то и прислал богу. То есть, понимаете, как бы человек отдает ровно столько усилий и знаний, сколько, ну, вот, достаточно, чтобы они выгнали. И, самое интересное, ему платят, опять же, те же самые деньги, небольшие деньги, ну, чтобы в лучшем случае он не ушел, да, чтобы в лучшем случае, так скажем, у него хватало там на поесть, на одежду еще на что-то. Потому что вот здесь очень важный момент, да, почему очень часто многие люди боятся поменять работу по найму на свой какой-то бизнес традиционно, либо наше направление. Вроде бы, там, на работе, ему уже терять нечего. И нас с людьми разговаривали, скажи, пожалуйста, терять там нечего, да, ты там от из копейки на копейку, тобой помыкают, тобой там, ну, тебя посылают, тобой там еще что-то делают, тебе там терять нечего. У тебя не в семье, нигде нет ничего, тебе там терять нечего. Здесь ты, грубо говоря, можешь приобрести, гарантии, ну, то есть, от тебя будет зависеть, ты здесь можешь приобрести. И вы знаете, самое интересное, ну, так, наверное, устроен наш мозг, что в большинстве случаев у людей страх потери намного больше, чем желание приобрести что-то лучшее. Страх потерять свои 15-20 тысяч рублей, как они думают стабильно, до того, пока их не уволят, да? Вот этот страх у них намного сильнее, чем желание изменить корни свою жизнь, чем желание жить по-другому, зарабатывать другие деньги. Где логика? Логики нет никакой, но это так, да, и работа по найму такая, знаете, все-таки устаревшая модель, потому что вы сейчас прекрасно понимаете, да, что сейчас очень много людей, которые стараются работать на себя, очень много людей, которые стараются, да, там, какие-то, ну, то есть, проекты придумать, еще что-то. Потому что, скажите, пожалуйста, вот у моих родителей было так, наверное, кто-то из вас, моего возраста это тоже поймет и согласится. Скажите, раньше было время, когда ты хорошо учишься для того, чтобы закончить школу с хорошими оценками, для того, чтобы поступить в хорошие институты, если у тебя будут хорошие оценки, ты там учишься для того, чтобы хорошо закончить институт, чтобы получить хороший диплом, для того, чтобы найти хорошую работу, с хорошей зарплатой и жизнь удалась. И люди получали машины, получали квартиры и стабильно работали по 20, по 30 лет на своем рабочем месте и все было гладко. Вот эта формула работала в 80-е годы, сейчас это не работает. Сейчас, я думаю, в вашем окружении, так же, как в моем, очень много интересных, хороших, добрых, общительных людей, да, с двумя странами высшими образованиями, но бедно. Сейчас хорошее образование не дает финансовую защищенность России, не дает никакой гарантии. Я не говорю, что не нужно учиться, нужно учиться для общего развития, для каких-то навыков нужно учиться, но гарантий нет никакой. То есть, это устаревшая модель и она уже на сегодняшний день не очень выгодна. Сегодня вряд ли вы сможете, работая по найму, и я думаю, что у каждого из вас очень много в окружении и ровесников, и более старшего поколения, и, может быть, какие-нибудь тети, дяди, тех людей, которые работают по найму, и человек себе не может позволить покупать дорогостоящую недвижимость. Работая по найму, он не может себе позволить ежегодно отдыхать за границей. Работая по найму, он не может себе позволить менять каждые три тире хотя бы пять лет дорогостоящие автомобили за полтора, за два, за три миллиона. Ну, если, конечно, не генеральный, не замгенеральный, не генерального, да, то есть, это, это сто процентов так, то есть, вот сейчас это так работает. Идем дальше, да, то есть, и, ну да, в чем вот они, правильно ты пишешь, просто здесь, знаете, мы с вами на сегодняшний день находимся на том этапе, да, как вам сказать, в то время, когда вот на границе двух каких-то, на границе двух времен. Одно время это наши родители и их родители, то есть, наши бабушки, дедушки, это другие правила, другие устои, другая жизнь, все по-другому, там все было по-другому. Да, следующее, это новое поколение, то есть, да, я, ну, вы прекрасно понимаете, что тем, кому сейчас 12-15 лет, они по-другому живут, они по-другому думают, у них другие мысли, они все по-другому. И вот те, кому сейчас вот эти вот, ну, в среднем 25-30-35 лет, они о середине, на границе вот этих двух миров, да, половина из них переходит в другую часть, там, где современные технологии, там, где свободный стиль жизни, там, где предпринимательство. Другая часть, даже на не 50%, а 70%, пока еще пытается придерживаться правил своих родителей, а нас так учили, да, а нам говорили, что стабильно работает вообще, то есть, жизнь удалась. И вот все равно пройдет время, пройдет 10-15 лет, и этого все будет меньше и меньше, и старые правила, они забудутся. Просто вопрос, есть люди, которые быстрее понимают и начинают, независимо от своих, рекомендации своих родителей, независимо от того, как их воспитывали, они начинают думать по-другому, они начинают искать наставников, учителей, да, людей, у которых можно учиться, тем более сейчас, благо, есть интернет, нету дефицитов информации. Но, как я уже говорил, кто-то не готов меняться. Следующий момент, да, если мы говорим с вами про предпринимательство. Про предпринимательство. Ну, то есть, понятно, да, что, то есть, мы в работе по-другому ставлю минус по поводу усилий интеллекта, здесь в большинстве случаев большого ума не надо, если мы не с вами не берем какие-то серьезные должности. Предпринимательство. Здесь такое понятие языка, да, что такое языка, это зона комфорта. Здесь предпринимательство, они более свободные люди, они не подчиняются никому, так же, ну, например, как мы с вами, да, они попадают в определенную зону комфорта, да, то есть, и так далее. У всех, у всех она разная зона комфорта, да, и смотрите, очень часто, ну, это, в принципе, зона комфорта, она есть и в работе по-другому, да, она там еще только там иди еще, она более узкая, но сейчас мы об этом поговорим с вами. И, смотрите, очень часто мечта, да, у каждого из вас есть какие-то желания, цели, мечты. Скажите, пожалуйста, ваши мечты, ваши желания, цели, они находятся в этой зоне, в зоне комфорта или за пределами этой зоны? Скорее всего, они находятся за пределами этой зоны, правильно же? Потому что, если бы они находились в этой зоне, они были бы реальностью. И самое интересное, что, понимаете, вот чтобы достигать каких-либо целей, желаний, мечт, да, нужно, эту зону комфорта, ее нужно расширять. Вот я о чем говорил, что у человека, который работает по нам, она очень узкая, очень узкая, очень маленькая. То есть он знает, как, во сколько проснуться, он знает, на какой автобус сесть, он знает, на какой остановке вылезти, он знает, до скольки ему проработать, он знает, что ему нужно сделать. На обратном пути он знает, в какой продуктовый магазин ему зайти, он знает там все цены, он знает, что нужно купить, да, там, нельзя макароны, что там, сосиски, пельмени, да, чтобы поесть. как один раз один из бизнес-тренеров сказал это ужин детей работающих родителей до полуфабрикат и все то есть потом вечером он пришел поел взял же за власти в руки знать какой же за власти вот у меня просто нет то есть же за власти пульта телевизора нам взял же за власти в руки на котором 199 каналов и погнал до 12 часов ночи пока глаза слепаться не будут вот это одна зона комфорта она очень маленький да у нее есть цели на все эти цели они находятся за пределами ты зон предприниматель она чуть шире но опять же да вот когда зон комфорта если вы ее не расширяете с годами она сужается а и нужно постоянно расширять но расширять зон комфорта это понимаете это нужно делать те вещи которые мы никогда не делали да это дело то что страшно это делать нужно то что дискомфортно это делать нужно то что тебе не хочется делать делать нужно то что ты сегодня не умеешь делать да но самое интересное опять же это страшно на первом этапе расскажите пожалуйста те из вас кто может быть но давайте мы с вами про вебинары поговорим скажите те из вас кто впервые проводил вебинара даже когда еще не проводили вебинар оба а вам уже говорят о том что вам когда ну ведет время к вам придется проводить вебинары вашего стоящий наставник набор на этом намекал скажите было страшно вы еще даже не проводили их а вам уже начинало быть страшно да как я их буду проводить а потом первый вебинар вспомнить себя на первом вебинаре да когда ты у тебя по спине 7 потов текет да когда ты не помнишь как тебя зовут когда ты вообще теряешься в этом экране да как это не понимаю что ты разговариваешь сам собой и тогда там подобные второго вебинара ну в лучшем случае чуть получше чем 1 скажите а 10 вебинар а 15 а 20 все же на щелчок да сам собой сидишь болтаешь то есть ну и тогда и тому подобное с легкостью и так вот все что угодно рекрутинг работа с клиентами построение команд вот любой мы можем с вами взять вот видеть там до парашют вождение автомобиля все что угодно первый раз страшно но второй раз может быть страшно но чем больше и чаще делаешь тем лучше получается и больше кайф получаешь это вот зона комфорта то есть если вы не расширяете она сужается есть определенные правила жизни в бизнесе смотрите все что не развивается то деградирует личность как человек как личность если человек не развивается как личность он деградирует скажите пожалуйста как вам сказать вот подростки на 15 16 17 лет скажите идет развитие личности 18 20 лет девятнадцать стоит развитируется живко какое сколько интересов сколько знакомых сколько движухи сколько суеты каждый день что-то новое узнаешь каждый день что-то хочется дату готова вообще там весь мир перевернуть потом институт идет развитие личности потом инструмент закончился устроился на работу дом работы клопа со домом работы клопа со домом работы клопа да если тебя вчера было двести друзей потом осталось то друзей потом тебя стало пять друганов из своего цеха ли своего кабинета с которыми ты пивко подтягиваешь там по выходным и все то есть до футбол телевизор пиво пятеро друзей человек начинает деградировать у него меньше интересов он менее общительный и задаль там подобно и вот здесь беру самый страшный если он не будет менять что-то да то есть ну это увы то есть как личность он высохнет природе скажите пожалуйста растения деревья они растут от сих до сих или они растут по максимуму разве растение может вырасти на 23 сантиметра нет она растет по максимуму дерево растет по максимуму понимаете все в природе существует по максимуму либо супа максимум развивается, либо умирает, а на одном уровне невозможно долго находиться. Я думаю, но вы прекрасно меня понимаете. Вот, так что, всегда выходите из зоны комфорта, каждый день, только именно вот эта штука, выход за рамки, за рамки зоны комфорта, вас 100% приведет к вашим желаемым целям. Вопрос, когда, это другой вопрос. Этот вопрос сейчас, наверное, не уместен к этому слайду. Это вопрос, который зависит от вас, но в любом случае приведет, в любом случае приведет. Об этом я вам сегодня в конце покажу. Следующее. Ну вот, опять же, в продолжении этого слайда, интеллект нужен, чтобы понять, где ты находишься, ну, то есть какие-то вот ум какой-то у тебя хотя бы первоначально должен понимать, где ты сегодня, сейчас. Если мы с вами берем квадрант денежного потока, да, то есть, кто я сегодня, работник по найму или как-то вот такой-то мелкой ИП, это, скажем, когда вот я как белка в колесе, да, работаю, деньги заработал, вложил в товар, деньги заработал, вложил в товар, деньги заработал вложил в товар, если не вложил, у меня съели конкуренты и так далее, то есть, как белка в колесе. Важно понимать, где ты сейчас находишься. Следующий момент, ты должен понимать, там, где я сейчас нахожусь, это то, о чем я мечтал, это то, чего я хочу, это то, где я смогу реализовать все свои цели и желания. Если нет, тогда нужно менять, тогда нужно переходить в другой квадрант денежного потока. Я всегда говорю, не стыдно находиться там, где ты сегодня находишься, если ты этого не знал, если ты не обладал какой-то новой информацией, стыдно находиться там, где тебе некомфортно и при этом ты понимаешь, что все можно изменить и при этом ты понимаешь, что все только от тебя зависит. Да, а вот усилия, ну, то есть, это действие, они нам нужны для того, чтобы делать первые шаги, для того, чтобы, знаете, расширять зону комфорта, для того, чтобы стремиться к чему-то и так далее. Следующее, здоровье, классная штука. Здоровье, если мы с вами берем работу по найму, ну, если работа физическая, ну, то тут даже говорить не надо, да, то есть здоровье там, по большому счету, лет через пять сразу же минус, да, а если это вредное производство, здоровье минус. Следующий момент, скажите, пожалуйста, вот очень хорошая картинка, да, сломанная лопата. Скажите, вот если, к примеру, мы человека сравним, как со сломанной лопатой, да, а если вот вы, у вас там в огороде есть лопатка и копать, если она реально сломалась, вот так здесь, да, не черенок, а прям сама лопатка сломала. Что вы будете делать? Вы пойдете, купите новый лопат в магазине. Вот на рынке труда тоже самое с людьми делают, ну, сам делает рынок в том числе, да, делают, ну, рынок труда, наверное, так и делают. Если человеку 40 лет, да, а если у него уже, ну, то есть возраст 40-45 лет, его выкидывают как сломанную лопату. Скажите, пожалуйста, если не дай бог 45 лет человек потерял работу, легко ему будет найти новое? А он никому не нужен. Он как сломанная лопата уже никому не нужен, потому что проще найти новую лопату, которому 25 лет, который еще маленькие потребности, у которого сил до хрена, да, который готов пахать, еще что-то, еще что-то. Вот как бы это жестоко не звучало, но рынок труда так устроен. У человека он в 45 лет начинает, он развивается, начинает думать по-другому, может быть, жизнь только сейчас начинает, а он уже никому не нужен. То есть здесь, и вы, ну, и в плане здоровья прекрасно понимаете, да, то есть нервы, все остальное, физический труд, это очень сильно бомбит по здоровью. Не просто так, а сравните ради интереса человека, который всю жизнь работает, ну, там, на каком-нибудь хозяйстве, на какой-нибудь там ферме, со своим частным каким-нибудь там трудом, да, огородом, там, еще чем-то, еще чем-то, как он визуально выглядит, который физическим трудом занимается. К примеру, как он выглядит в 30-35 лет. И как выглядит, к примеру, в 35 лет, та же самая, у не та же самая, так, к примеру, возьмем девушку, да, которая, может быть, все это время работала, там, да, в офисе, на компьютере, да, или там еще что-то делала, ну, такие вещи делала. Это же два разных человека в большинстве случаев. Это два разных человека, у них визуально возрастные, эти, как бы, ну, интервалы лет на 15. Это вот то, что делает с человеком физический труд. Следующий момент, предпринимательство, ну, предпринимательство, смотрите, почему минус, да, здесь большая ответственность, здесь большая ответственность, здесь большие риски. Человек, вы знаете, что большинство болезней, это от нервов, да, нервных лет, они не устанавливаются, и все инстульты, инфаркты, и все остальное, это только от нервов, потому что если у тебя высокорукодящий должен, значит, ты ответственный за все, да, и если день-нибудь что-нибудь не так сделать, а могут и посадить, и не дай бог еще что-то сделать, да, ну, то есть у тебя постоянный риск, ты постоянно работаешь на пределе, ты постоянно работаешь на каком-то эмоциональном пределе, и очень часто многие люди, так как они не имеют право срываться на работе по найму или в традиционном бизнесе, они вот эти эмоциональные, то есть, ну, волну они выплескивают в своей семье, выплескивают на детей, на мужа, на жену, на близких людей, да, там то он понимает, что он там не имеет права, да, а ну-то это настолько накипает, что он приходит домой и все выплескивает, да, и здесь, ну, все-таки тоже, да, как бы он минус есть, что такое, ну, наш бизнес, да, то здесь смотрите, плюс-минус, но сначала, да, мы тоже с вами тратим время, ну, в плане нерв, я не уверен, потому что из чек адекватный, нормальный, то есть, да, мы иногда расстраиваемся, да, иногда у нас не получается, да, иногда мы там как-то, ну, то есть, пасуем, как-то нам страшно, да, иногда мы злимся, но это все мелочи, никто же из вас там, да, под дулом пистолета не ходит, никто же из вас миллионы не закладывает, квартиры не подписывает, да, никто же из вас там, я не знаю, то есть, сильно чем-то не рискует, ничем не рискуем, то есть, если человек эмоционально устойчивый, он может спокойно развивать свой бизнес, анализируя свои действия, свои удачи, неудачи, да, а в дальнейшем, когда у него идут уже доходы, это переходит в такой большой жирный плюс, потому что качественное питание это деньги, а качество питания это здоровье, качественный отдых это деньги, а качественный отдых это здоровье, да, качественный там стиль жизни, там, ну, время сна и время отдыха, это все упирается в деньги, это все упирается в здоровье, чем больше доход, тем больше вы начинаете как бы инвестировать свое здоровье да то есть ну вот как вам сказать я просто могу женщин много лидеров обеспеченных лидеров до с доходностью 150 200 300 400 500 тысяч рублей вместе и более визуально ни один из вас не даст им столько лет сколько есть большинстве случаев ну мне тоже не дают столько сколько мне есть просто вы сейчас знаете вот сегодня было фотографии там начали слайд ну потому что я знаю своих ровесников я знаю как они выглядят то есть идем дальше короче следующий момент критерик карьеру карьера работа по найму от кого зависит кто помогает давайте смотреть работу по найму если вы внизу находитесь что вам понять покорил лестнице вам нужно пробежать по головам так или не так так у вас есть два варианта либо вы супер работник и вас все-таки поднимают по должности если лучше вас никого нету да и нету свои там братьев сестер и сватов и братов и так далее да и детей да да может быть вы двигаетесь но чтобы опять же вас поднять наверх сначала сверху нужно кого-то убрать да то есть вы сам должны по головам пройтись каким-либо путем на пройтись его подставным либо еще как-то но пройтись до дальше скажите пожалуйста если вы работаете по найму на фирме где есть директор фирмы фирма ты его бизнес это его дело скажите пожалуйста вам когда-нибудь светит сно вообще светит быть директором этой фирмы никогда директор другой фирмы может быть если вы свое что откроете но этой фирмы нет потому что но не для вас это создавалось да и не вам ей управлять вы в любом случае будете максимум да ну там правой рукой но это максимум и опять же даже если человек двигаться по краю лестнице в работе по найму имейте ввиду и я думаю вы ну вот кто работает доработал или работать по найму вы лучше не это знаете вот не слава богу то есть да и но у меня нет посчастлива в этой жизни ни разу не работать по найму мне трудовой книжки я ни одного дня не работал на кого-то да как бы благо ума хватило свое время со стороны посмотреть как это все выглядит и пойти другим путем но я думаю прекрасно понимаете когда люди работают большом коллективе особенно производства завод еще что-то пример вот если они сегодня сидят все в одном кабинете или в одном цеху они все друзья все друзья друг за другом горой есть не дай бог завтра одного из них повысили перевели увеличили зарплату больше он и не друг больше нам не друг да и они будут ходить и думать как бы сделать так чтобы занять его место его оттуда ну толкнуть это было есть и будет да то есть это вот работа по нам здесь никогда никто не будет заинтересован в том чтобы вы поднимались по карьерной лестнице если мы говорим с вами про предпринимательство но я думаю прекрасно тоже понимаете да здесь ну как вам сказать здесь ты только один заинтересован в том чтобы у тебя что-то получалось и весь мир против тебя весь мир это это всякие пожарники налоговые юристы там всякие дастом педин станции конкуренты и так далее так далее так далее весь мир против тебя то есть ты идешь до против все против всех и против вся здесь кому он тоже такой все-таки но и здесь очень много внешних факторов которые от тебя не зависит внешний фактор это могут все что угодно смотрите курс доллара поменялся это внешний фактор который от тебя вообще никак не зависит и все и ты попал если тебя бизнес был как подвязан курсу доллара ты попал и люди банкротятся за один-два дня банкрот полный да если кризис в рай стране и ты попал если твой товар не имеет повседневного спроса да если люди без него прожить если не дай бог он дорогой ты попал потому что люди в трудные времена будут свои деньги тратить на самые важные вещи поесть одеться коммуналка еще что то еще что да ну ни в коем случае какие-то элитные вещи то есть понимаете как здесь очень много внешних факторов рынок кризисы курсы конкуренция еще что то еще что то погода элементарная те кто занимается сельхоз хозяйством вот в том году потому что даст он дождит лили дожди лили все сгнило нету нет посева нету прибыли нету прибыли вообще то есть всю зиму до последний кусок хлеба доедает да где-то опять что-то произошло с погодой опять кто-то проиграл опять кто-то то есть но в минусе и так далее если мы говорим с вами про наш бизнес да то смотрите здесь пирамиды построены совершенно по-другому кстати если мы говорим про пирамиды то обратите внимание да работа по найму это еще самый то что не есть пирамида самая невыгодная самая жестокая самая несправедливая пирамида где нет 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 никаких ценностей кроме как деньги большие случаи может быть 20 лет назад были сейчас нету нет никаких ценностей кроме как деньги да все кто во главе тот и ролик и пойдет по головам и пойдет и так далее тому подобное да в нашем бизнесе дата начинаешь снизу да но ты во-первых начинаешь выстраивать свою команду а во-вторых вот вы видите на картине да когда вы внизу пытаетесь подниматься к на лестнице вам протягивают сверху руку и руку вам протягивать не один человек вам протягивает целая команда рук до директора директора менеджера ваши наставники и так далее тому подобное то есть вам готова помогать все потому что бизнес так устроен что материальном выгодно да мне выгодно чтобы каждый из вас много-много-много зарабатывал выгодно из невыгодно было бы сейчас он занял с другими делами места чтобы skype проводить там на вебинар проводить ну то есть я думаю прекрасно понимаете на этом сейчас мы не будем слишком долго останавливать следующий момент деньги классные критерии ну вот здесь сейчас постараюсь быстро дата и совете деньги нужно ли инвестировать деньги в работе по найму нужно просто многие люди это не хотят понимать и об этом не думают давайте посмотрим во первых проезды одежда до обеды и прочее это инвестированные деньги инвестированные вы вкладываете многих людей одна треть зарплаты уходит на бензин на дорогу на транспорт и так далее у кого-то уходит деньги на то что хорошо выглядит то есть одеваться постоянно до с него там дерут три шкуры за внешний вид и так далее кому-то нужно постоянно за свой счет проходить кита курса обучение он тратит деньги если мы про сам про обучение вы смотрите высшее высшее обучение то есть 5 лет студент учился на сколько сейчас стоит среднем год обучения раньше был очка ты бесплатно сейчас основном везде плат ценники везде раз вот я просто взял на примере 50 тысяч рублей рублей 100 тысяч рублей да то есть за пять лет это 500 тысяч ну то год дал платит обучение у кого-то меньше ничего страшного сам до 100 доходит потому что нужно за зачетки платить зайти за семестр платить за все платить за экзаменом платить тогда возьмем просто в среднем 100 тысяч год на пи за пять лет вы потратили 500 тысяч своих личных денег если вы понятие классным пущенную выгода раньше об этом тоже не знал вот до услышал упущенную лишь такой упущенный выгода скажите если быть пять лет потратили не на обучение по профессии а к примеру работали бы начали работать вы же прекрасно понимает что любой человек до в 20 лет может найти работу за 15 20 тысяч рублей без образования и в 19 лет можно найти работу то есть 20 тысяч можно зарабатывать без проблем и 15 можно зарабатывать без проблем да то есть и смотрите если вместо того чтобы учиться ребенок 15 15 тысяч рублей зарабатывал в месяц умножим на 5 лет это 900 тысяч рублей за пять лет и того за пять лет он потерял 500 и потерял 900 то есть упущенную выгода у нее миллион четыреста даже если мы с вами возьмем что ребенок отучился получил диплом потратил свои там вот эти 500 тысяч вместо того чтобы зарабатывать 15 тысяч рублей он тоже учился да и потом он находит работал диплом и ряду хорошей работы руку хорошие не 15 на 20 на 20 на 25 может быть да то есть получает там чисто прибыль десятка да если с вами по миллион четыреста родили на десять тысяч и на 12 месяцев получится срок окупаемости диплом 11 лет то есть люди просто об этом не задумываются то что я вложил свои знания из то что я потерял бы минуту если бы работал я это куплю лет через десять в лучшем случае просто кого-то меньше у кого-то больше и вот здесь очень важный момент смотрите мы сегодня в конце тоже покажу просто оставил на наконец вебинара посчитайте свои мечты пожалуйста дамы сейчас это делать не будем но очень-очень многие люди вот вы видите на картинках загнанной лошади да для чего лошадям на скачках одевают такие штуки вот ну там как-то не шора по моему называется да по бокам а для того чтобы они по странам не глядели для того чтобы они в одном направлении неслись и все вот очень многие люди живут по жизни то не укрутся в одну сторону да и и бьются головой об стен нет восстановиться нет бы подумать да куда бежать зачем бежать еще что-то да посмотреть по сторонам а что мир предлагает есть возможности а как можно изменить свою жизнь они нет то есть они как слепые котята да и кто-то не чувствовал с 8 до 5 с понедельник по 5 можно зарабатывать деньги они это и делают и все а если почитать мечты но давайте смотрите прикинем пост я думаю что каждый из вас хотела одна из ваших целей это купить свою недвижимость кому-то хороший квартиру не все нужны дома а кому-то нужен дом даже если мы с вами возьмем например сколько стоит более-менее нормальный квартиру или более-менее нормальный дом среднем мы сейчас не берем с вами там ну замка да или там ментам хаус и всяких возьмем с вами двушку нормально 3 3 с половиной миллиона стоит вот и даже себе буду фиксировать запрос тоже фиксирует Три-три с половиной миллиона стоит? Двушка. В новом доме, без ремонта. Стоит, правильно же? Кто может быстро отвечать, отвечайте. Давайте возьмем три с половиной миллиона, конечно, стоит. Я уж про Москву не беру, там в Москве это вообще, то есть, это как будто другой мир, а не Москва. Да, три с половиной миллиона. Идем дальше. Скажите, все из вас хотели бы иметь свой хороший автомобиль? Не тот, который стоит 200, 300, 400, 500 тысяч рублей, а тот, который стоит хотя бы от полутора миллионов. Все бы хотели, да? Полтора миллиона автомобиль пишем. Скажите, пожалуйста, каждый из вас хотел бы отдыхать хорошо раз в год? Каждый хотел бы. Не будем брать мы с вами Америку, да? Ну, хотя бы сколько? Ну, даже если есть какие-то там, я не знаю, там Турция, Египет, там Таиланд, ну, такие вот ходовые страны. Сотка нужна? Сотка нужна на двоих. На семью, конечно, больше нужно. Да, то есть, сотка возьмем мы с вами на отдых. Что там еще у нас есть? Какие еще у людей мечты-то есть? Я уж не говорю, что там это, да, мечта для ребенка родить. Это вообще дорогое удовольствие в наше время. Одного еще как-нибудь там по глупости, да, там, или еще что-то такое, да? А второго-то вообще табу. Потому что, не дай бог, то есть, второй родится, как многие. Многие ведь хотят рожать детей, но боятся. Прекрасно понимают, что не смогут вырастить, не смогут потянуть, не смогут воспитать, не смогут одеть. Дети на сегодняшний день это такое дорогое удовольствие. Да, сейчас мир так изменилось, что многие начали на этом зарабатывать. Зарабатывают на питании на детском, зарабатывают на одежде на детском, на игрушках. Бешеные деньги стоят. Ботинки у ребенка вот такие стоят дороже, чем мои, 43-го размера, блин. Да. Ребенку платье на Новый год стоит дороже, чем женщине бальное платье купить вечернее. Но вы же это прекрасно знаете. Вот у нас двое детей, вот, да, скоро будет третий. И мы прекрасно понимаем, блин, насколько это дорого. Вот. Посчитайте игры вот такие вот. И получается, что смотрите. Да, вот если мы с вами возьмем там, ну, какой-то, допустим, вот эти вот возьмем цели. Ведь никто из вас не хотел бы вот эти цели реализовать через 25 лет. Через 30 лет я хочу наконец-то переехать в свою душку. Через 30 лет я хочу наконец-то купить автомобиль, когда у меня уже прав лишат из-за старости, да. Все хотели бы это приобрести как можно быстрее. Кто-то желает, что, то есть, я это сделаю через 3 года, да. Кто-то ставит цели на 5 лет. Давайте возьмем, что у нас у нас посчитается? Давайте возьмем 3 года. То есть, к примеру, у человека там, у такого пока еще амбициозного, да, молодого студента, в 22 года ни семьи, ни детей нет, он говорит, я все это реализую за 3 года. 3 года. Получается, что у нас, да, за 3 года он должен купить квартиру за 3,5 миллиона, за 3 года он должен купить машину себе за 1,5 миллиона. И, соответственно, по 100 тысяч в год это будет 300 тысяч на отдых он готов потратить. Итого у нас получается 5, да, 5,300, да, 5,300. Друзья, вот разделите ради интереса, да, 5,300 на 3 года. Что у нас получится? Значит, 5,300 мы делим с вами, 3 года 36 месяцев, да, мы делим с вами на 36 месяцев. Получается 157 тысяч. То есть, чтобы вам учить, хотя мы взяли такой по минимуму, мы не взяли с вами роскошь, получить то, что мы взяли с вами, вам нужно сегодня, уже сегодня зарабатывать, ой, вернее, откладывать 157 тысяч. Не зарабатывать, откладывать. Если вы будете сейчас, в сегодняшнем месте по 157 тысяч откладывать, через 3 года вы можете реализовать свои цели. Скорее, чтобы вам 157 откладывать, сколько вы должны сегодня уже начать зарабатывать в феврале месяце, по итогу февраля. Но, скорее всего, не 170, не 180, потому что, если вы вчера зарабатывали 20-ку и смогли из нее 5 еще откладывать, если вы откладываете 157, то вы не сможете при таких доходах жить на 15. Потому что, когда вы зарабатываете много, у вас все меняется, у вас меняется качество одежды, у вас меняется качество питания, у вас меняется стиль жизни. Вот, чтобы 157 отложить, вы должны, ну, хотя бы примерно 300 тысяч зарабатывать, ну, может быть, 250. Потому что я, я встречаюсь с теми людьми, которые зарабатывают мало и умудряются откладывать. И в это время я прекрасно понимаю, что, да, там, наш доход в среднем с июля составляет порядка 150 тысяч в месяц, и нам, и нам жестко не хватает денег. Нам очень сильно не хватает денег. Да, потому что все меняется в жизни. Вот, и получается, что, смотрите, да, то есть, другой момент. А если мы с вами возьмем, да, если мы по-другому просчету сделаем, допустим, мы возьмем, что человек зарабатывает 30-ку, ну, такой доход возьмем, да, более-менее нормально. Сколько он может из этого откладывать? Ну, пускай десятку будет откладывать. Да, если мы с вами 5 миллионов 300 тысяч разделим на 10 тысяч рублей, мы получим 530 месяцев, да, разделим на 12, ну, мы получим всего лишь 44 года. То есть, откладывая по 10 тысяч рублей в месяц, через 44 года вы добьетесь своих целей, да, машина, квартира и отдых. Или ваши дети добьются этих целей. Я думаю, понятно, этот момент объясним. Идем дальше, нас с вами время истекает, хочется вам больше дать. Но по поводу предпринимательства, ну, и мы об этом говорили, да, постоянно новые деньги, которые вы взяли с оборота, вы их вкладываете опять в дело. Вы опять прибыли сняли, вы вкладываете дело, прибыли сняли, вы вкладываете дело. Вас может быть в оборотах большие деньги аккумулируются, но вы их оттуда не можете дернуть, да, и там, ну, такая штука получается. Вот, если мы говорим про БМД-2, про наш бизнес, да, есть ли вложение финансовое? Конечно, есть. Ну, в традиционном бизнесе, там, вы понимаете, да, чем круче бизнес, тем круче вложение. Там, кто-то берет кредиты, кто-то просто своим накоплений тратит. В нашем бизнесе есть вложение? Есть. Ну, во-первых, максимум это 149 рублей, если за три дня заказ не сделал, да, я там вспышку пропустил. Вот, то есть, это первое вложение. Следующий момент, какие еще вложения, да, если мы говорим про, ну, про с вами, про наш бизнес. 149 рублей – это старт. Дальше. Иногда вот многие люди про личный товароборот 150 баллов, и это называют инвестициями, это называют вложениями, да, расходами. Яр, нифига себе, игра. Ира, получается, игра. Если мы с вами возьмем обычную жизнь, да, когда вы ходите в магазин за продуктами питания, за хлебом, за маслом, за молоком, вы каждый раз идете в магазин и думаете, блин, опять сейчас придется вкладывать деньги, опять придется инвестировать, опять придется тратить. Когда вы идете за одеждой, там, да, или там за средством гигиены, там, помыться, побриться, зубы почистить, вы опять идете и мучитесь, блин, опять я сейчас буду инвестировать деньги, да, опять у меня одни расходы, вся жизнь одни расходы. Никто об этом не думает, потому, почему, потому, что это, ну, это нормальные покупки, это, да, с вами жизнедеятельность ежедневно. Здесь же мы с вами те же самые 150 баллов, да, мы их тратим, мы их в себя инвестируем, в одежду, как я говорил, в книге, да, в продукты питания, косметику и так далее. Вы же не называете покупку хлеба инвестициями и вложениями, тогда зачем тогда здесь это называть инвестициями? Мы же не говорим, что вложи полмиллиона, чтобы начать этот бизнес. 149 рублей, в худшем случае, в лучшем вообще ноль. Я думаю, понятно это объяснил, да? Итог, итог вот этих слайдов. Получается, работая по найму, вы работаете на кого-то, для кого-то, для его бизнеса, либо, ну, если вы работаете на государство, то для государства, да. Если вы предприниматель, то вы работаете, но вы работаете сегодня для того, чтобы ваша семья сегодня хорошо жила. Если с вами, дай бог, чего случится, завтра ваша семья, ну, не всегда будет жить хорошо, не будут, не во всех случаях. Потому что если бизнес полностью был ток подвязан на вас, да, вряд ли им могут сразу заниматься ваша семья и его вести дальше. Скорее всего, если у вас есть какие-то там партнеры, они, значит, растащат, разворот, если есть конкуренты, они его съедят и так далее и тому подобное, да. То есть, в большинстве случаев, если предприниматель сегодня много зарабатывает, сегодня его семья хорошо живет. Что будет завтра, никто не знает. В нашем бизнесе, вы прекрасно понимаете, что наш бизнес перенаривает наследство, это раз. Я прекрасно понимаю, что сегодня я зарабатываю деньги для того, чтобы не только сегодня жить, для того, чтобы завтра все было хорошо, чтобы завтра мои дети, мои внуки, да, продолжали этот бизнес и у них все было. И даже если со мной что-то случится, доход не остановится, это я знаю 100%. То есть, понимаете, вот богатство, оно не определяется количеством денег. Богатство – это количество времени, свободного времени. Вы прекрасно понимаете, что нельзя время купить за деньги, время стоит намного дороже, время дороже всех денег мира, да. Все. Кстати, по поводу вот этого момента. Запишите себе, посмотрите фильм «Время». Он так и называется «Время». Посмотрите его. Вряд ли тот из вас его смотрел, но и столько единицы. Вот этот фильм, знаете, как заставит задумываться над каждой минутой, потраченной зря, над каждым часом, потраченной у телевизора, на каждом дне, который вы слили в унитаз, но ни о чем. Посмотрите этот фильм, называется «Время». Ну, директора понятно, что смотрели лидера. Вот. То есть, понимаете, время – это количество времени, богатство – это количество свободного времени. То время, которое вы можете уделять семьей, то время, которое вы можете, ну, как-то для души использовать и так далее. То есть, богатство – это образ мышления все-таки. Итак, возвращаемся, да, к нашему первому слайду. 5 важных областей в жизни каждого человека. Почему? Почему я сегодня в каких-то моментах так прямо с вами разговаривал? Почему, ну, я, наверное, все-таки, ну, отчасти имею право об этом говорить, вот об этих вещах, аквадранте, да, там еще как-то работать по найму, традиционный бизнес. Почему, да, и вообще имею ли право, да, потому что очень часто я вижу, что в интернете, да, очень много таких, знаете, халявных предложений, давай к нам, да мы, да я, да ты у нас, да миллионером будешь, да у нас самая лучшая компания, да мы самые лучшие. Ну, то есть, обещаний очень много, время такое, да, все люди понимают, что нужно каждому обещать в 10 раз больше, чем ты можешь дать, да, и что люди на это ведутся, и все хотят халявы, и так далее, и там подобное. И вот если мы с вами возвращаемся к этим критериям 5 областей жизни каждого человека, если мы сейчас с вами переложим на наш бизнес, да, вот в конце я хотел бы уже, ну, наверное, больше познакомиться с теми из вас, с кем я не знаком, и кто из вас со мной не знаком. До, до этого бизнеса по профессии я инженер-технолог, инженер-технолог по металлурежущим станкам, я закончил политех, политех, да, у высшей учебной заведения, два диплома, бакалавр, магистр, все нормально, 5,5 лет отдал, за станками металлорезал, сапроматописал, очень близко к нашим бизнесу, кстати, с экономикой, с менеджментом, с деньгами, с руководством, все очень близко, за станками металлорезал. В этом бизнесе мы с Юлей уже 13 лет, много-то или мало? Если посмотреть вперед, много, а если посмотреть назад, помните, мы вначале о чем говорили? Месяц пролетел, год пролетит, 3 пролетело, 5 пролетело, кому-то было вчера 20, сегодня 27, как у нас там, да, тот сегодня писал. Вот, понимаете, вроде бы 13 лет, много-то или мало, смотря с чем сравнивать, смотря по каким-то критериям, критериям оценивать. Если мы с вами говорим о таких, вы знаете, ну, материальных вещах, да, вот как мы сегодня говорили, вот есть цель, там автомобиль, да, у любого нормального человека хочется автомобили, хороших автомобили. Вот первый автомобиль, который мы здесь приобрели в этом бизнесе, это Mitsubishi Lancer, да, мы его купили тогда, по-моему, 480 тысяч, он стоил новый за автосалоны. То есть первый автомобиль в моей жизни был новый за автосалон, который я купил на заработанные деньги. Да, чуть-чуть в кредит, чуть-чуть за наличку, но мы его купили. Да, через полтора года благополучного разбили, хорошо живые остались, из больницы выписался, через две недели поехал в автосалон, купил новый, еще дороже. Потом два года откатали, надоел, поехали в автосалон, купили еще дороже, да, уже паркетник. Потом два автомобиля в семье, один от компании, другой, то есть, ну, стоимость полтора миллиона. Потом пошли уже такие, ну, такие игрушки, как, да, спортивного мотоцикла, ну, парень понимает, что такая игрушка стоит дороже, чем у многих стоят автомобили, да, то есть уже три транспортных средства. Вот если бы мне это сказали 13 лет назад, когда я начинал, я бы тоже в это не поверил. В том, что буду, блин, платить только транспортный налог больше, чем люди платят там все платежи вместе взятые. Да, цели амбициозные, если в плане автомобиля, то есть я очень много всего хочу и мне очень нравится вот эта вещь. Если мы с вами говорим про стиль жизни, да, премии, чеки, банкеты, окружение, да. Одно, когда ты работаешь в окружении, ну, без обид, да, там, например, у тебя там робо какая-то рабочая, там ты, блин, я знаю, асфальт кладешь, кирпич кладешь, траншеи копаешь, у тебя окружение определенное, да. А другое, когда ты в красивом платье, в костюме, в галстуке, там, да, ну, парни, девушки имеют, то есть, когда рядом тебя окружают интересные люди, может быть, не совсем пока богаты, но те люди, которые хотят становиться успешными, да, и так далее, когда у тебя этот стиль жизни совершенно другой. Если мы с вами говорим про семью, ну, я не знаю, то есть, вот я, я каждый день дома, почти каждый день дома, да, иногда выхожу, да, иногда нужно куда-то съездить, но на моих глазах растут мои дети. Да, я отвожу их в садик, я отвожу их в секции, я их привожу из секции, да, то есть, мы ездим в деревню, еще что-то, еще что-то. Да, я работаю, сейчас я работаю, они у меня там спят, да, но, но, но это все дома, понимаете? В это же время, я знаю другие семей, которые не могут себе позволить своего ребенка отвезти, привезти из садика или отвезти в секцию, потому что они работают, и за это их делают, ну, их бабушки за это, ну, и делают за них эту работу, да. Есть семьи, которые не могут своих детей на море сводить, в зоопарки, в живую мир показать, да, ну, это страшно, но это так. То есть, если мы говорим о семье, то все-таки хорошо, когда вся семья, она, она рядом, да, вот про вахту вообще классный момент. Я всегда говорю, когда кто-то говорит, о, в этом не серьезно, о, это нестабильно, нифига сега, давай посмотрим, где там половина мужиков зарабатывает деньги для своей семьи на северах, на вахтах, по три, по четыре месяца. Яру, это считается полноценной семья, это считается круто, когда он три месяца не был дома, потом сотню привез, да, вопрос, да, а как росли его дети, а чем занимались его дети, а с кем общалась его жена эти три месяца, да, то есть, ну, разве это считается крутым, вот. Если мы говорим про отдых, сколько, ну, получается, по-моему, 10 стран мира мы уже посетили с компанией, ну, компания, она оплачивает такой отдых. Вы видите страны мира, да, Франция, Париж, Мальта, Швеция, Рим, что там еще было, Ницца, Флоренция, Монте-Карло, Неаполь, Пиза, Барселона, в этом году, в Риме уже третий раз были, да, на круизы два раза были, сейчас полетим в этом году, или в том году, в этом году полетим в Мадрид, Испания, в Швеции были два раза, очень во многих странах были по несколько раз, да, то есть, ну, никогда бы я за свои деньги, так бы не смог. Ну, скажите, пожалуйста, ну, в вашем окружении много людей, которые частенько летают там в Морт-де-Карло, в Барселону, в Португалию, во Флоренцию, в Рим, ну, как-то не очень, да, вот. Если мы говорим о недвижимости, такая самая, наверное, все-таки, но глобальная цель для многих, да, то есть, вот, мы из деревни, из обычной деревни, то есть, 29 лет я прожил в селе с населением 13 тысяч человек, то есть, свой бизнес я построил, живя там, в деревне. Да, и 5 лет назад мы купили квартиру в городе, 120 квадратов, это без лоджи, с лоджиами 140, да, то есть, громадный комнат, ни в одну комнату не можем найти, да, блин, паласов, потому что таких паласов 5 на 5 не продают, да, и так далее, и тому подобное. Вот, то есть, в свои 34 года я достиг того, что большинство людей за всю свою жизнь не может достигнуть, и при этом я не могу сказать, что я, знаете, там, 13 лет пахал, не досыпал, не доедался, не видел все 13 лет, да, ну, я все-таки был относительно рядом, да, и вся эта работа заключается, ну, так скажем, в эмоциональной работе, в умственной работе, да, то есть, это все-таки чуть другая работа. Если мы с вами говорим о деньгах, я не знаю, то есть, но по-разному, да, в какой-то каталог у нас получается 123, в предыдущих каталог был 118, в какой-то столб получается 90, ну, то есть, знаешь, вообще никакой стабильности. Вот, многим больше ведет, у них стабильность зарплата, 20 тысяч каждый месяц, стабильность, из года в год, у нас никакой стабильность, то 120, то 90, в 3 недели, есть календарный месяц, то 150, то 120, то 180, то 100, стабильность тоже нет никакой. Но я считаю, что лучше такую нестабильность, чем стабильность 15, 20, 25, согласитесь? И я прекрасно понимаю, что это сегодня. Я вам сегодня тоже хотел бы рекомендовать, те из вас, кого нету в чате, называется он, по-моему, доходы партнеров, да, кого из вас нету, попросите своего наставника, менеджера, чтобы он в этот чат вас добавил. Вот сегодня как раз тот день, когда нам всем переводят компанию деньги за первый каталог. Сегодня, да, вот этот чат, он разрывается вот такими скринами, то есть, все лидеры выкладывают туда скрины, да, с сегодняшних переводов, прям сегодняшние числа. Суммы разные, ребят, суммы разные. Есть 79, есть 24, все по-разному зарабатывают, все по-разному начинают. Ребят, суммы разные, хорошо видно, сумма разные, плюс 441 тысячи за 3 недели дохода. Да, ну, у всех у нас разные суммы дохода, это за 3 недели, вы должны прекрасно понимать. Да, есть он 27, 29, 74, 24, 28, 22, 166. Да, сумма у всех разная. Да, она, но, но это чуть-чуть по-другому. Это чуть-чуть поинтереснее, чем на работе, я думаю, понимаете, да, о чем я говорю. Пускай вас добавят ваши директора-менеджер, берите оттуда информацию, показывайте людям, разговаривайте с людьми. И в итоге, да, хотелось бы вам сказать, вы знаете, всегда все нужно сравнить. Когда вы разговариваете с людьми, говорите о нашем бизнесе, они вам, может быть, сопротивляются, говорят, что это несерьезно, еще что-то, еще что-то, невыгодный, неприбыльный, обман. Я говорю, скажи, пожалуйста, давай посмотрим. Хорошо, я тебе рассказал то, что я тебе предлагаю. Приведи мне в пример хоть одно место, хоть одну деятельность, где по всем пяти областям было бы так, как я вам сейчас показал на своих слайдах. А я не считаю, что, ну, моя карьера и мой результат – это суперрезультат. Я так не считаю. Сегодняшний результат. Но пока мне еще ни один человек не мог привести, чтобы по всем пяти областям. Да, у кого-то машина круче, но при этом дома не живет. Да, у кого-то квартиры дороже, но при этом еще что-то. Да, у кого-то еще как-то, да, но при этом по другим четырем областям минус. Понимаете, то есть, вот в чем важно. Нужно всегда все сравнивать. То есть, мы с вами можем создавать полноценную, насыщенную, интересную жизнь, развивая все пять самых важных областей жизни каждого человека. Да, не за один день, да, не сразу. Тринадцать лет – много-то ли мало? Посмотреть вперед много, посмотреть назад – быстро, да, пролетели. Смотря с чем сравнивать. С тем, что мы имеем, смотря по отношению к кому сравнивать. То есть, я всегда, когда встречаются люди, и мне что-то говорят. Ну, кстати, сейчас каждым годом все вместе, как и люди встречаются. Раньше они чаще встречались. Неверо, понимаете, грубо говоря, каждый человек имеет право на выбор. Но каждый выбор имеет свои последствия. Тринадцать лет назад я сделал выбор, свой выбор. И этот выбор меня привел к тем последствиям, которые есть сегодня и сейчас. И я всегда говорю человеку, грубо говоря, понимаете, грубо говоря, у каждого, каждый человек имеет точку зрения, имеет свое мнение, да. Я говорю просто, грубо говоря, ваше мнение, вот я к человеку обращаюсь, грубо говоря, ваше мнение. И ваша точка зрения привела вас сегодня, ваше там, ну, 25, 35, 45 лет, к той жизни, которую вы сегодня имеете. Устраивает ли она вас или нет, я не знаю. Но если вы сегодня со мной разговариваете на тему денег, скорее всего, не совсем устраивает, да. Я говорю, моя точка зрения, мои действия, мои поступки, мое мнение, меня привела к той жизни, которая есть на сегодняшний день. Кто из нас прав, я не знаю. Решайте сами. Друзья, эффективно вам второго каталога, забойного 2018 года, пускай этот год будет такой, значит, знаковой точкой в вашей жизни. Да, это тот год, когда вы кардинально все поменяете, в первую очередь мышление поменяете, да. Пускай 2018 год запомнится, как, как вам сказать, как рождение, наверное, в новую жизнь. Надеюсь, я сегодня вам был полезен. Да, мы с вами задержались. Я надеюсь, что эта информация поможет вам в дальнейшем более уверенно разговаривать со своими друзьями, со своими знакомыми, с незнакомыми людьми. Всем до встречи на банкетах, на крупных семинарах, на поездках за границу, на конференциях. С кем-то мы увидимся 10 февраля, обязательно приезжайте. С кем-то мы увидимся 24 февраля, обязательно приезжайте. С кем-то мы увидимся позже.